Аппаратное совещание проходило в Ульяновском наноцентре. Место проведения заседания выбрано не случайно. Губернатор дал поручение главам муниципальных образований сформировать точки развития в каждом районе. Они должны создаваться по образцу промышленной зоны в Заволжье. Умный регион, проект «Умный регион», который у нас сегодня есть, я надеюсь, он у нас в полном объеме сформирован, должен быть в ближайшее время Кольцево, Смекалин, Никитенко, Морозов расшифрован до уровня «Умный муниципалитет» в каждом муниципальном образовании. Нам нужно будет активизировать эту работу, помочь документально создать вот эту дорожную карту, этот план наших действий, эту программу наших действий. О стратегических задач губернатор перешел к текущим вопросам. На этой неделе обещается похолодание. Обзак к нему должна быть готова в полном объеме. В первую очередь это касается коммунальных служб. На этой неделе гидромедцентр предполагает, что у нас начнет снег. На этой неделе гидромедцентр предполагает о том, что температура будет опускаться ночью до минус 7, а днем до минус 2. И это окончательный сигнал всем, кто еще, так сказать, там никак не поймет о том, что лето закончилось. В том числе и бобилет. Губернатор поручил проверить всю коммунальную технику, чтобы она была готова к расчистке дорог от снега. Также Сергей Морозов обратился к главу муниципальных образований. Они обязаны еще раз проверить работу всех коммунальных объектов. Весьма не должна омрачаться чрезвычайными происшествиями. Но до начала холодного сезона губернатор поручил решить еще одну проблему. Она касается села Красная Ярча до Клинского района. Этот населенный пункт испытывает перебои с водой. Цена вопроса, если мне понять не знаю, там полтора миллиона рублей. Ну миллион четыреста. И вместо того, чтобы срочно решить вопрос и выделить из резервного фонда и закрыть эту проблему, все послали по дальнему непонятному пути. А пусть муниципалитет там заложит себе деньги и изыщет эти деньги в процессе исполнения бюджета. В поселении, так сказать, там нет дополнительных источников. В чем проблема помочь им? Почему такое вот жестокосердное отношение к людям? Губернатор поручил решить проблему с водоснабжением Красного Яра и средств резервного фонда области. Глава региона раскритиковал работу профильного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство. ЖКХ у нас по-прежнему яма, констатировал губернатор. Министерство зачастую занимает наблюдательную позицию и не вмешиваются в происходящие процессы. В противоположность этому главы области нет претензий к работе дорожного ведомства. В этом году мы, конечно, очень многое сделали, почти 110 километров привели в нормативное состояние по Ульяновской области. И у нас на сегодняшний день один из самых высоких в Российской Федерации дорог, которые соответствуют нормативному содержанию. Но как минимум мы говорим о городской агломерации. По предварительной договоренности в следующем году на развитие дорожной сети будет выделено еще на миллиард рублей больше. А часть из планированных проектов была доложена на аппаратном совещании. В этом году мы дополнительно от старта, к примеру, января этого года получим 907 миллионов рублей. 500 миллионов рублей будут направлены на начало строительства второго этапа президентского моста в Левобережье. Сейчас готовятся к проведению торгов для выбора подрядной организации, которая займется этой важной задачей. От дорог перешли к развитию сельских территорий. Обз готовится к реализации проекта, получившего название «Мичуринское училище». Или, если быть более точным, современная аграрная школа имени Мичурина. Мы представляем, что это должен быть образовательный комплекс с разного уровня образования, начиная со школьного и заканчивая профессионально. Аналогов этому проекту нет нигде в России, а главной его задачей будет воспитание элит для сел. Школа планируется сделать с круглосуточным пребыванием детей. Открытие намечено на 1 сентября 2021 года. И еще один проект, который касается сельских территорий. Начался «Мичник» как и промышленного комплекса. Во время него пройдет недельная стажировка руководителя органов и исполнительной власти в сельских населенных пунктах. Я тут больше ставлю для того, что каждый должен работать, наверное, по своему профилю в деятельности. Не обязательно, условно, данный министр здравоохранения нам направлять в крестьянско-фермерское хозяйство. Пусть лучше, соответственно, мне кажется, пройдет опыт и практика в сельско-кушерском пункте. Смысл программы заключается в том, чтобы министры понимали, как они должны участвовать в программе развития сельских территорий на следующий год. А жители сельских населенных пунктов смогли бы лучше понимать ее и активнее принимать в ней участие. Егор Титов, Юрий Конехи, Новости Управда ТВ.